Десногорская администрация За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 619 сообщений. Военно-патриотический квест в детском саду «Теремок». Наша команда «Марики» – наш девиз. «Марикины хоть куда, поедине мы всегда!» Глава региона Алексей Островский встретился с новым прокурором Смоленской области. Им стал Сергей Карапетян. На должность прокурора Смоленской области Сергей Карапетян назначен на пятилетний срок. Рабочая встреча состоялась в областной администрации города Смоленска. До этого Сергей Карапетян занимал должность прокурора Красноярского края. Губернатор Смоленской области отметил, что несмотря на разные задачи областной администрации и прокуратуры, общей целью является повышение благосостояния смолян и успешное развитие Смоленской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После награждения участники совещания приступили к обсуждению еженедельной повестки. Формирование нового общественного совета – одна из задач городской администрации. К ее решению приступили 28 октября. Право на его движение кандидатов членов общественного совета обладают некоммерческие организации. В соответствии с положением каждой некоммерческой организации деятельность, которая составляет не менее одного года, имеет право отодействовать по одной кандидатуре в состав общественного совета. С текстом положения об общественном совете можно ознакомиться на сайте Десногорска в разделе «Общественный совет» города Десногорска, а также по телефону администрации. Оперативная обстановка в городе стабильна. Так, по итогам прошедшей недели в отделение скорой медицинской помощи поступило 164 вызова. Круглосуточный стационар госпитализировали 100 человек. Инфекционные заболевания фиксируются на обычном уровне, а для профилактики заболеваний в осенне-зимний период продолжается вакцинация от гриппа. Инженерная инфраструктура работает в обычном режиме. Вменьшение потребителей нет ни по одному ресурсу. То есть управление на квартирном доме ведется в штатном режиме. Продолжение взаимодействует с контролирующими и профильными органами. Городские мероприятия отмечены соревнованиями по баскетболу за кубок ЦФО. Игры пройдут в ближайшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Бесплатно лечить пенсионеров. Такой пока еще пилотный проект запускает Минтруд России в 2020 году. Пациенты в возрасте старше 65 лет смогут бесплатно проходить медицинское обследование в частных клиниках. Первичную медико-санитарную помощь, не включенную в программу обязательного медицинского страхования, пенсионеры смогут получить в том числе и на дому. При наличии показаний частные специалисты будут посещать больных не реже одного раза в месяц. На реализацию такого проекта будет выделено почти 2 млрд рублей. Какие регионы получат субсидии на оплату услуг частных клиник, пока неизвестно. Но уже подсчитано, что на ведение одного больного в дневном стационаре выделят более 20 тысяч рублей. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 7 раз, по вскрытию дверей 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 619 сообщений, из них 228 ложных. Поступило и отработано 13 просьб от населения. Наличными или по карте? Такой вопрос слышит каждый человек, совершая покупки в магазинах. Опрос Левада Центра показал, что всего 2% россиян полностью перешли на оплату картами. В эпоху современных технологий наличные средства все-таки остаются самым распространенным способом оплаты. Чаще всего россияне имеют при себе купюры от 500 до 1000 рублей. Опрос показал, что даже у молодых людей в возрасте до 25 лет, несмотря на использование карт и бесконтактных платежей, наличные средства все-таки преобладают в расчетах. Ими пользуются 84% этой возрастной группы. Респонденты в возрасте от 40 до 54 лет в 90% случаев оплату производят также наличными. В исследовании приняли участие более полутора тысяч жителей из разных городов и регионов. 12 ноября для детей детского сада «Теремок» прошел военно-патриотический квест. Справились ли дети с поставленными задачами, узнаем далее. На сегодняшний день для подрастающего поколения уделяется большое внимание. Ведь именно в таком юном возрасте начинает формироваться понятие главных человеческих качеств. В детском саду «Теремок» духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Для формирования и сохранения исторической памяти воспитатели организуют различные мероприятия. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел военный квест для детей старших групп. Мы с коллегами очень часто организуем такие мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы и другие духовно-нравственные праздники, чтобы они почувствовали этот азад, этот дух единства, товарищества. Сухопутные морские и воздушные войска – на такие три команды разделились воспитанники детского сада. Перед началом игры, как и положено, прошел торжественный марш. Каждое подразделение во главе своего капитана озвучили девиз и название команды. После этого маленькие бойцы принялись в сопополнение поставленных задач. Поддержать ребят и рассказать немного о военной истории был приглашен почетный гость – подполковник в запасе ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлев. Мне очень нравится, как подготовились воспитатели. Это в игровом спектре, но очень-очень красиво и очень-очень впечатлительно, потому что дети уже понимают основы воинских специальностей, понимают, что кому нужно, как работать и так далее. То есть я считаю, что это просто великолепное мероприятие для нашего города. После успешного выполнения задач на внимательность, логику и скорость последовало финальное испытание. Командам нужно было составить главную фразу – спасибо деду за победу. Конечно же, в этой тематической игре победила дружба. Каждая команда, помимо знаний и хорошего настроения, получила заслуженные грамоты. А по завершению соревнований на полевой кухне участников и зрителей угостили горячим чаем. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Минтраз, ГИБДД и Росавтодор – эти три ведомства подготовят поправки к правилам дорожного движения. В 2020 году после внесения изменений на дорогах появятся новые знаки. Мобильные таблички «Фото-видео фиксация» на желтом фоне будут предупреждать водителей об установленных поблизости переносных камерах. Они будут закрепляться на временных переносных опорах или информационных щитах. Помимо этого, в следующем году планируется запретить использование знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движению без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета. По избежанию путаницы эти знаки останутся только в оригинальных формах. Стандарты ведут в действие в первом квартале 2020 года, одновременно с новыми поправками в правилах дорожного движения. В конце выпуска о погоде. 14 ноября в Десногорске солнечно. Температура днем плюс 8, ночью плюс 4. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»